Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня я вам покажу как построить дом в скале. Он будет очень стильный, очень красивый, в стиле хай-тек, как вы любите. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Итак, ребятки, что же нам нужно? Нам нужно сделать вырез в скале. Вам нужно найти, во-первых, какую-то большую скалу вырез сделать 6 на 15 блоков. То есть внутренний именно вырез 6 на 15 блоков. Здесь идет 15 блоков, здесь 6. И в глубину делайте 2 блока. Это внутренний. Если брать внешний, то это получается 7 досок в высоту березовых, 16 в длину и, соответственно, здесь будет 2 в глубину. Вот так вот вам надо все закидать. Закидывайте эту стенку и вот так вот у вас получается вот такой вот вырез. Далее от угла, ребятки, нам нужно сделать 6 кварцевых блоков. Сразу вот вам покажу, какие блоки вам понадобятся. Можете сразу их заготовить, чтобы вам потом не терять на это время. Вот такие вот блоки. Все-все-все это нам понадобится. Итак, от угла, ребятки, делаем 6 блоков. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь сверху делаем то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соответственно, со всех углов протягиваем 6 блоков. Тут 6 и тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь это дело, ребята, все соединяем. Делаем такую коробку. Но соединяем только края. То есть не надо закидывать здесь этот центр. Так, здесь соединяем. Отлично. Так, вот тут также. И, соответственно, сверху тоже, ребятки, все это дело соединяем. Готово. Далее, ребятки, что нам нужно сделать? Нам нужно взять стеклянную панель. Я выбрал голубую стеклянную панель. И закидать все это дело стеклом. Точнее, вот здесь вам... Сейчас я еще покажу, что там надо будет построить. Пока что закидываем вот эти вот боковые стороны. И так, ребята, закидал я здесь это все по бокам с стеклом. Теперь вам нужно отмерить, ребятки, 6 блоков внутри. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ставим сюда, ребятки, серый бетон. Соответственно, с этой стороны тоже самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6-ой стороне. Между ними, ребятки, у вас должно получиться 3 блока расстояния. Вот эти вот черные колонны делаем вот так вот. Обводим, так сказать, наш дом. Делаем, поднимаем их наверх. И сверху делаем все то же самое. Вот так вот у вас должно получиться. Сзади них ставим также кварц. И снизу ставим здесь тоже кварц. А нет, ребят, здесь я немножко ошибся. Здесь у нас снизу кварц не надо делать. Теперь берем опять же березовые доски и просто закидываем весь наш пол. Пол, ребятки, закидали березовыми досками. Теперь все то же самое проделываем с потолком. Потолок у нас будет из кварца. Все полностью везде закидываем, кроме, ребятки, центра. Центр пока что оставляем. Вот так вот закидали мы крышу. Теперь вот здесь вот в центре мы ставим, ребятки, просто обычное белое стекло. Закидываем все здесь белым стеклом. Вот так вот у вас должно получиться. Далее здесь ставим голубую стеклянную панель. Вот эту колонну разрушаем. И все здесь вот закидываем полностью. Вот эту всю стену у нас будет из стекла. И с другой стороны все то же самое делаем. Вот так вот эту переднюю стенку всю закидали стеклом. Также здесь по центру то же самое. Теперь, ребятки, чтобы у нас дом не висел, надо ему сделать какую-то опору. И так вот спускаемся вниз. Нам нужно сделать здесь вот, где доски идут. Тут получается 5 блоков. На третьем блоке, то есть посередине ставим кварцевый блок. От него делаем ступеньки следующим образом. Перевернутую, потом нормальную. Перевернутую. И так до самого-самого конца. Когда у нас соприкоснется уже со стенкой. Вот так вот. Так. Здесь делаем кварцевый блок ставим. И кварцевые ступеньки вот так вот. И с этой стороны повторяем, ребятки, то же самое. А вот здесь я еще забыл. У нас здесь еще кварцевая ступенька должна быть. Вот так вот эта колонна выглядит. С этой стороны все это делаем то же самое. Так, ребят, отлично. Опора у нас есть. Дом у нас не упадет. Теперь нужно сделать то же самое сверху. Так. Давайте сначала закидаем все это полублоками. То есть полностью всю крышу закидываем полублоками. И делаем выступ на один блок. Вот так, чтобы у вас это все выступало. Но вот здесь вот, где у нас в центре стекло, здесь не закидываем. Здесь закидываем лишь вот так вот. то есть 2 блока, точнее он еще ставим так вот, и вот здесь так вот. И все, 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 вот это остальное закидываем. Вот так вот, ребят, должно у вас все получиться. Все, здесь закидали полублоками, теперь делаем то же самое, то есть небольшие такие поддержку делаем сверху. Здесь отступаем один блок, то есть вот здесь, который полублок у нас торчит, его отступаем, и на самом уже на стене дома делаем следующим образом. Ломаем здесь блок, ставим сюда кварцевый блок, Ломаем передний блок Сюда ступеньки и сверху ступеньки То есть вот так вот у вас должно получиться С этой стороны делаем все то же самое Один блок отступаем, тут ломаем, ставим кварцевый блок Перед ним ступеньки И на нем то же самое ступеньки Вот так вот у вас должно, ребятки, уже получится Вот такой домик у нас уже получается Теперь нам нужно его, ребята, обустроить внутри Совсем забыла, ребята Перед тем, как обустроить его внутри Нужно сначала сделать все то же самое, только снизу То есть закидываем здесь Везде-везде кварцевыми блоками Вот так вот И так же, чтобы у нас выпирало все это на один блок По всей, всей, всей ширине нашего дома Вот так вот все снизу, ребятки, закидали Все то же самое повторили, как и сверху Вот теперь у нас конечный вид дома, снаружи Теперь приступим, ребятки, к отделке внутри Берем березовые ступеньки Ставим их следующим образом Здесь мы можем отступить два блока Здесь вот такой сделать квадрат Там вот я уже сделал проход И вот от них вот так вот ставим по две ступеньки Сюда Так, это лишнее Вот так вот у вас должно быть То есть всего четыре ступеньки в высоту Здесь, соответственно, закидываем все обычными березовыми досками Так, не то Вот так Вот так вот у вас должно получиться Далее, ребятки, берем ковер Черный ковер И закидываем следующим образом Начиная от этого, вот от края лестницы И отступая один блок от всего дома От края, точнее, нашего дома Так вот закидываем Здесь опять же один блок Здесь опять один блок Вот так вот До нашей этой лестницы И все вот это вот пространство закидываем Так, все это дело мы закидали ковром Теперь берем книжные полки Берем чародейский стол Ставим здесь три на три блоков Около этой стены Раз, два, три Соответственно, три высоты Потом отступаем один блок Ставим здесь Три высоту, два в ширину Между ними ставим чародейский стол Отлично Здесь у нас будет вот такой вот уголок Для того, чтобы что-то зачаровать Здесь, ребятки, мы убираем два блока нашего ковра Ставим сюда коптильню, к примеру И, например, плавильную печь Также вы можете поставить что-то на свой вкус Чем вы больше всего пользуетесь Можете поставить печки, верстак Или что-то в этом роде И сверху, ребятки, на них накидываем Светло-серый уже ковер Нажимаем shift И, соответственно, сверху кидаем Дальше что мы можем сделать? Дальше мы можем сделать две картины Давайте огородим вот таким вот образом Возьмем саму картину Так, не то Саму картину берем Вот так вот, например И здесь делаем так Так вот тоже огородим Чтоб у нас было два в ширину блока И здесь поставим такую вот картину Отлично, в принципе, с этим углом закончили Теперь нам нужно сделать какое-то освещение Чтобы у нас было в доме очень-очень светло Это делается очень просто Значит, отсюда, от угла мы отступаем один блок И ставим вот сюда свержень энда На него ставим фонарь Вот так вот Здесь, соответственно, делаем тоже то же самое Здесь делаем то же самое Так, отлично И теперь, ребятки, на стекле делаем то же самое Здесь отступаем один блок Ставим сюда Ставим фонарь И вот сюда вот ставим фонарь Вот такое вот пока что у нас освещение получается Далее, далее что нам нужно? Нам нужны, ребятки, кровати Кровати, например, можно поставить вот в этом углу Так, давайте, где они там у меня кровати? Я заготовил вот они Ставим одну кровать сюда Одну кровать сюда И теперь нам нужно подсветить пол Чтобы у нас было все здесь светло Отступаем вот Что у нас это получается? От плавильной печи один блок Ломаем здесь ковер И теперь вот в таком шахматном порядке Нам нужно вот так вот поломать здесь Вот такое вот количество ковра Так Вот так у вас должно получиться Теперь блок пола ломаем Сейчас я скажу, что мы вместо него поставим Я думаю, многие уже догадались, чтобы у нас было светло И потом просто поставим светокамень Светокамень И сейчас все мы это закроем, чтобы это не было видно Тем же самым, ребятки, черным ковром Теперь у нас в доме будет всегда светло И очень-очень уютно Далее, что можно поставить? Здесь можно поставить какие-то, например, деревца Вот такие вот Ставим сюда, например, забор И на него оставим дубовые листья, к примеру Либо какие хотите вы Тут тоже самое можно сделать Здесь и здесь давайте вот так Здесь можно по центру поставить какой-то стол Например, вот из кирпичиных ступенек Переворачиваем кирпичные ступеньки так Так И вот так На них, например, также для декорации Можно поставить горшок везде Но это на ваше усмотрение Я делаю вот так вот, как мне нравится Сюда можно подсадить разные цветочки Я вот выбрал один, чтобы не заморачиваться особо Ну, вы можете посадить, соответственно, туда разные цветы Итак, ребятки, здесь я предлагаю вам сделать Очень-очень красивый аквариум Давайте сразу для него подготовим блоки Кстати, я еще здесь забыл Нам нужно поставить проигрыватель и верстак Например, сюда проигрыватель, сюда верстак Эти блоки мы, в принципе, уже использовали Они нам не понадобятся Теперь нам нужно следующее количество блоков Нам нужен темный призмарин Раз Морской фанер Два С какой-то любой рыбой в ведре Например, я взял тропическую рыбу И также белое стекло Бежим сюда Отступаем здесь вот так вот один блок Снизу один блок И вот здесь вот так вот ломаем Вот так на всю ширину, например, нашей стены Вот таким вот образом Делаем высоту 4 блока Так Ломаем заднюю стенку И вместо нее, ребятки, ставим просто морской фонарь Дабы у нас наш аквариум был подсвеченный И там было всегда светло Так что, не так Надо сделать, ребятки, в глубину два блока Я немножко ошибся Делаем еще один блок здесь снимаем Установили, ребятки, на заднюю стенку морской фонарь Теперь нам нужно поставить темный призмарин Вот таким вот образом То есть все-все-все вот эти остальные края Закидать темным призмарином Отлично Вот такой-то у нас аквариум уже вырисовывается Далее нам нужно сделать белое стекло Вот так вот Ну, например, вот сюда еще давайте мы туда залезем Вот так вот Затем выпустить сюда наших рыбок Например, вот сюда на нижний блок давайте Также вот на этот блок Полностью заполним аквариум Сюда Так, теперь нам нужно вылезти Вылезем И сейчас еще закидаем еще сверху Один блок Здесь ставим стекло Так, вот по бокам Так, нам нужно как-то успеть быстро Значит, сюда нам нужно еще Сюда стекло Сюда еще Сюда стекло Так, ну вот вы в общем поняли Нам нужно заполнить до конца Давайте вот сюда еще Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп Рыбки теперь там, блин, собрались. Можно как-то там теперь сейчас заделать. Сейчас я это, ребят, подкорректирую. Все, ребятки, я все подкорректировал. Вот такой у нас огромный, просто наполстенный аквариум получается. Вот такая вот у нас отделка. Здесь вы можете делать проход в какую-то другую комнату. Я вот покажу вам чисто вот этот вот. Вот такая вот у нас красивая отделка получается. Давайте посмотрим, что у нас опять же снаружи получилось. Так, давайте здесь заделаем. Вход можете сделать там какой-нибудь секретный. Со стороны, с другой стороны. Например, вот такой вот у нас дом. Кому, ребятки, понравился такой дом, поставьте обязательно лайки, пишите в комментариях, какой дом вы еще хотите увидеть. Обязательно подписывайтесь на канал. Ребятки, всем удачи и всем пока-пока.